Почему Святой Иерусалим, как столица Израиля, не имеет для мира сейчас такого всеобъемлющего, практического значения нужности? И так заметить, для мира какого? Ну конечно же для мира христианского, потому что для мира иного, там арабского, мусульманского, мудийского или еще будь какого, это вообще не имеет никакого значения. А почему так? Да потому что хотя бы достаточно взглянуть на первичные, вторичные, десятеричные мотивации этих процессов, которые хотят воплотить в жизнь, сделать столицей теперешнего Израиля, столицей Иерусалима. Да, для евреев это не то, что там сакральненько, а вполне сакральные вещи, несущие и историко-политический контекст под собою, еще раз подтверждающая легитимация и как народа еврейская, и как государство Израиль. В этих терренах, в этих землях, данных израильтянам Богом, Богом всемогущим, нашим, который сотворил всю планету, всю вселенную, который безвременен, этот Бог, и который не имеет ни начала, ни конца. Всеобъятен этот Бог. И вот этот Бог выбрал евреев, выбрал израильтян. Ну выбрал так выбрал. Дал им Тору, которую они сейчас считают только ихней религией практически, и не признают ничего большего, а тем более Иисуса Христа, поза этой Торой. Даже практически не хотят вызнавать пророков, которые критиковали тех самых израильтян. Самый известный это Исайя, пророк, который их очень гневно критиковал за предательство израильтян Богу. Поклонение идолам, предательство сады с плотскими утехами, совокупление с неверными и тому подобное. Это все в Старом Ветском Завете, который был пред началом прихода Бога Иисуса Христа, Троица. Но израильтяне не вызнают этого. Получается, что они вызнают только одного Бога, который должен быть ихним Богом и подавлять всех других Богов. Это получается, что конкуренция маленьких Богов между собой, и каждый народ преклоняется перед этими Богами и практически ривализирует, борется между собой. Но ни в Библии, нигде такого не написано. Бог один для всех. И если все не воспринимают, не принимают этого Бога, ну ничего, он как-нибудь обойдется без всех, особенно без мест для всех, которые он приготовил там на небесах для всех. Те, которые приняли Бога. И чтобы уж сильно не вдаваться в исторический интерпретат подробностей, нужно привести и современный пример с Путиным и Украиной. И самый контекст важный, исторический, это то, что когда Бог вывел израильтян с рабства, с Египта, и, как известно, 40 лет бродил их по пустыне, кормил их манкой, довольно питательной, как написано в Библии, вкусным продуктом. Но по своей сути вообще человеческой, хотя и волей человек наделен Богом, не только быть инстинктивным механизмом, как муравьи, насекомые, животные, другие, а и быть самостоятельным духовным мышлением и так далее. То есть, евреи что начали делать? Они начали, о, давай нам увлечение, развлечение, удовольствие, сатисфакции различные и постоянное чувство победы, вот это сладострастное чувство власти над другими завоеванными народами, как то хотел Бог. А Бог, наоборот, рассказывал, что идет Мессия, идет пророк другой, другой, следующий, чтобы привнести вам духовное развитие, а не только инстинктивное, эмпирическое, пожрал баба, пошел в туалет на утро, работа, пожрал и тому подобное. Это все израильтяне отвергли. И теперь что у нас получается с историей с Путиным, который вот недавно на пресс-конференции заявил, что он собиратель земель русских. И он начал цитировать, что Украина, Украина-Русь, Русь-Киевская и другие княжества удельные, маленькие, вошли в вот эту Московию, Московитянскую империю, которую он называет великой, как бы, Россией. И что теперь все, приехали, заплачено, билетик, вот, контролер, все. Никто уже никуда не выходит и не удаляется. Быть тут и быть постоянно. Вот вам что центр Москва не дает, повинуйтесь все, потому что вы там когда-то вступили. То есть самих документов нет о вступлении, с подписанием официальным с Богданом Фмилинским ничего этого нету. Но зато есть Путин, который об этом рассказал. Но он забыл, правда, упомянуть. Голодоморы, поневерание и уничтожение войска казацкого, украинского, сечи казацкой, репрессии, постоянные катериновские, потемкинские деревни, вывожение в Сибирь, катование, репрессии. Все это о том, о чем предупреждали казаки Богдана Хмельницкого, что нельзя иметь дело с вот этими христопродавцами и продавцами своего же народа, Батыю и другим ордом. Ну, что случилось, то случилось. Раз женилась, значит, теперь готовься. И что бы с тобой ни происходило, ты теперь должна быть и по той же логике, что и московитяне, вот это продажное, московское, которое научилось продажничеству и цинизму. У орды, у всяких маразматиков, там, долгоруких, которые Киев полили и тому подобное, вшент дотла и всех поубивали, естественно. Что выходит Москва теперь, московитяне, вот это продажное имеет полно всеобъемлющее право владеть и как хочет она развлекаться над этой территорией Украины, которая хочет жить в нормальном просто демократическом ритме. То есть, как и евреи, предавши Бога, и они называют своего же Бога, превращают этого Бога в стену плача, в сакральный Иерусалим, во что угодно, в признаки соседники, о которых тот же самый Бог им внемлит постоянно. Не втуливает, а говорит, что вот он есть Бог, вы должны делать по той же самой Торе. Нет, они и сейчас не признают Мессию Иисуса Христа и хотят сделать Иерусалим своей столицей для того, чтобы и дальше дегуманизировать Евангелие. Благую весть от Бога нашего, который послал Сына Своего Единородного, который, чтобы Он своей кровью смыл наши грехи первородные и одухотворил обычных простых людей с грехом первородным. И после одухотворения в человеке вселяется Дух Святой, и тогда с этим Духом человек освящается и после смерти, и в жизни одухотворяется на небо в жизнь вечную, в рай. Вместе с Иисусом, вместе с Богом, своим Отцом будет там обитать. Получается, что не признавая Бога, Отца, Сына, Духа Святого, израильтяне, тем самым снова предают этого самого Бога, который вечно посылал им пророков и говорил, что грядет, грядет, грядет Мессия. С самого начала, с бытия написано, что грядет Мессия. Ну, естественно, израильтяне этого видеть не хотят, так как и многие догмы, как в православной, как в католической религии, в деноминации конфессии, не хотят видеть много вещей, а придумают свои апокрифы. Если, конечно, Иерусалим станет столицей Израиля, может быть, со связью облегченной коммуникации, там, чисто может быть, может не будет такого, аж такового балагана, будет еще больше охраны. Это будет, в принципе, позитивно, но останется опять вопрос, который не должен ожесточать сердца тех самых палестинцев. И не быть зерном, ядром, расприй, даже среди нехристиян. Этим израильтяне будут показывать черное пятно, большую тень в самих христиан. Чего бы очень христианам не хотелось быть из-за тех, которые не признают христиан, быть еще за них винными, виноватыми в ненависти к себе. И тот сакральный Бог, на кого уповает и современные, и древние израильтяне, он же и есть тот Бог, в той же Библии это сказано, который камня на камне не оставил со святого Иерусалима. За то, что, естественно, израильтяне не приняли того же самого Бога, а приняли ли только свои сатисфакции, свое удовольствие, чувство власти и тому подобное для себя только, самих ими любимых. Бог отдал святой Иерусалим, там где стоял жертвенник, в руки завоевателей на растерзание. Так и написано в Библии, что камня на камне не оставят. Значит, за что-то, и вот это за что-то, израильтяне не хотят признавать, но хотят вернуть себе и величие своей эпохи современной, которая будет сочетаться с древней эпохой, но ничего-ничегошеньки вызнавать не собирается. И это очень прикро и обидно для христиан, хотя не все израильцы даже такие, а многие, которые такие приняли к себе в душу, в сердце, в веру самого того Бога, о котором и шлось в бытии Иисуса Христа. Субтитры подогнал «Симон»